Над созданием уникальной энциклопедии трудилась большая команда. Это сотрудники музеев, библиотек, историки, краеведы, ученые и многие другие. В книге содержится 14 тематических разделов и около 1000 статей, рассказывающих об истории города над Богом, его административно-территориальном устройстве, архитектуре, памятниках, социальной сфере, спортивных достижениях и другом. Все это сопровождается красочными иллюстрациями и копиями исторических документов. Найдены интересные находки при оформлении. То есть это нестандартная энциклопедия, такое сделано впервые. То есть это энциклопедические статьи, которые перемежаются такими специальными вставками. А вставки, которые посвящены наиболее важным событиям, связанным с Брестом, например, Брестская луния, Брестская крепость, какие-то важнейшие современные явления, предприятия. Им посвящены отдельные развороты, которые делают книгу яркой, зрелищной, привлекательной. Тираж энциклопедии – две тысячи экземпляров. Книга разошлась по библиотекам, учреждениям образования, была и в свободной продаже. Сегодня приобрести ее не получится, но дополнительный тираж планируется. И удивляет не только популярность издания, заверяет председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук. Но именно подход как энциклопедия был нам предложен Министерством информации. И мы первый, по сути дела, областной город, который вот эту энциклопедию издал в рамках подготовки к тысячелетию. И вот сейчас, когда мы две тысячи тираж уже имеем, мы имеем сверхвостребованность этой энциклопедии. Она, по сути дела, уникальна. То есть мало библиотеки, а конкретная история города Бреста, помноженная на исторические события, на персоналии, начиная с того древнего времени, заканчивая вот этим годом. Уже сейчас мы ведем сейчас переговоры о дополнительном тираже. Потому что город развивается, понятно, что и появляются новые, какие-то события, важные темы для этой энциклопедии. Но, повторюсь, формат преподнесения города именно в энциклопедическом жанре, это впервые в нашем городе. Мне кажется, очень хорошо получилось. Координатором проекта выступил Александр Вобещевич, профессор, доктор исторических наук. Он с трепетом вспоминает, как начиналось зарождение его детища. В целом, от начала, от создания концепции и словаря до окончательного выхода энциклопедии в издательстве, белорусской энциклопедии имени Петрусия Бровки, прошло 9 месяцев. Поэтому своеобразный такой ребенок народного проекта. А так, конечно, все очень увлеченно, очень старательно, ответственно и квалифицированно подошли к подготовке этого издания. Как признался Александр Николаевич, самым трудным при составлении энциклопедии было совместить ограниченное количество листов и изложение максимально полной, интересной и важной информации обо всем периоде жизни Бреста. И этот труд был вознагражден. Начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь Владимир Андреевич вручил благодарность Министерству информации профессору Александру Вобещевичу. Энциклопедия будет интересна и понятна каждому. Книга написана на русском, белорусском и английском языках. Совсем скоро она снова пополнит ряды книжных магазинов области. Вирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ.